Одни из первых и главных вестников весны – цветы. На клумбах Дауга пил сужая красуются нежные анютины глазки, вскоре и зацветут тюльпаны, а лето город встретят в пестром разнообразном цветочном наряде. Некоторые излюбленные жителям места города заметно преобразятся, став еще более уютнее и интереснее. Особое внимание специалисты и руководство думы в этом году уделяют площади единства. Идет серьезная работа над созданием обновленного облика центральной площади, чтобы сделать ее не только главным местом проведения больших городских мероприятий, но и привлекательным, интересным и функциональным местом для прогулок и отдыха. Художники разработали и предложили несколько концепций, однако при создании нового городского образа важно мнение всех жителей. Поэтому дауга пилчан призывает поделиться своим видением того, какой в будущем они хотели бы видеть площадь единства. Идея о том, какие функциональные решения, элементы благоустройства, по вашему мнению, могли бы быть уместны, можно присылать на электронную почту info.daugupils.lv. А пока рядом с площадью и в других местах города продолжается посадка весенних цветов. Ее планируют завершить на следующей неделе. Основной же объем работ по озеленению ожидается в мае, когда начнется посадка летних цветов и установка новых объектов среды. Микрорайону города, помимо сверкающих клумб, в этом году установят новые цветочные вазоны. Новые композиции из цветов появятся на променаде в стропах. Помимо этого, специалисты подыскивают наиболее интересные варианты для украшения променада на улице Бругю и благоустройства берега Даугаву шестой школы. В центральном парке разольется река из лилий, а в сквере Базнейца зацветут розы и лаванды. Преобразится парк на Эспланаде. Здесь посадят деревья, оборудуют музыкальный сквер, неподалеку от которого раскинется яркое поле луговых цветов, и будут построены необычные гостиницы для насекомых. Они будут оборудованы специальными QR-кодами, считав которые любители природы смогут расширить кругозор и узнать интересные факты о мире животных и растений. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Далгопилской городской думы.